В Genshin Impact не празднуют Новый Год. Всем привет, с вами я Skysk, и сегодня у меня будет достаточно интересная тема для разговора, я всё разберу и дам понять мои мысли. Почему же не отмечается праздник такой как Новый Год, Рождество, наверное, более правильнее выразиться в Genshin. Ведь в многих играх там гача, дрочильнь, везде, везде он празднуется, ивенты, плюшки, всякие, да, гача моменты, это уж совсем низкосортные, везде празднуется, ну не прям везде, но в абсолютном большинстве. И казалось бы, такая крупная игра как Genshin не может пропустить такой момент как Новый Год, Рождество, но нет, она его пропускает. Сегодня я поделюсь самыми популярными мыслями, моими мыслями насчёт того, почему же, так сказать, управление Genshin пропускает этот момент. Конечно, можно предъявить то, что это игра китайская, естественно, всё руководство китайской, естественно, они не будут в китайской игре праздновать чужие праздники, ну, это вообще-то религиозный праздник больше, Новый Год и Рождество особенно. Хотя, наверное, сейчас уже настолько мы от этого отошли, то что это может праздновать кто угодно, но хотя за всех опять же говорить не могу. Ну, вот такая вот, конечно, гипотеза есть, но она разбивается об куча скал, просто самых острых в этом мире. Вы знаете о таком празднике, как Октоберфест? Это праздник, который отмечается в Германии, ну, с пивом, песнями и всей прочей мишурой. Прикольный праздник, собирается куча народа и так далее, но как же это связано с Геншином? Многие же помнят ивент о балладах и кубках в Геншине. И так во Октоберфесте чаще всего, конечно, даже не чаще всего, а это прям икона, это пиво. Но в кубках и балладах, поменял название, короче, суть та же, там именно вино. Оба это алкогольных напитка, и вы не находите сходства. Если вам не лень, то, пожалуйста, забейте в интернете Октоберфест и всё поймёте. И сравните о балладах и кубках, вы найдёте куча сходств. Так что то, что они не могут отмечать там Рождество и Новый Год, это брехня. Нет, китайцы ещё отметили вообще-то в своей игре такой праздник, пробухло. Может, это им выполнить как-то технически не можно? Сейчас объясню, что я имею в виду. Типа они ещё не могут представить, как именно должно это проходить, но это разбивается об скалы. Это мнение, оно лично моё. Да потому что у такой компании куча денег, и, конечно, они не могут вот так по тупой причине это и не делать. Но у нас есть следующая теория, которая получается самой, наверное, таки реалистичной. В Тайвате в принципе нельзя представить такой праздник, как Новый Год и Рождество. То есть обыграть его будет достаточно сложно. Понять, почему же это происходит. Нужен, конечно же, снег для этого, ну, наверное. И для этого всё-таки нужно обоснование. И у нас ещё нет снежной, чтобы такое делать. Блин, ну когда эта снежная появится? Да, ждать, походу, нам не нужно Новый Год. В Геншине. Ну хотя бы прикольный арт выпустили, знаете ли. Если у вас есть мнение на этот счёт своё, вы можете его написать в комментариях. Мне будет интересно почитать и в принципе не только мне, и другим читателям комментов. Да, всех с наступающим. Обязательно заглядывайте в описание, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Скайск. Скоро увидимся. Продолжение следует.